Джек Пособец, старший редактор Хьюма Эвенс и автор книги The Antifa Stories from Inside the Black Block, заявил, что смещение президента Дональда Трампа придало смелости Антифе. «Антифа считает свержение администрации Трампа победой», — заявил Пособец и отметил широкое распространение нарратива об разоружении полиции среди демократов, подконтрольным им СМИ и левым политикам, в более широком смысле, что придает энергии Антифе. Сейчас потоки финансов и административной воли, идущие из Белого дома, просто дают лидерам Антифа все возможное, да и невозможное тоже. Смотрите, левым неинтересна история или закон, для них важно только правильно использовать язык, красиво подбирать термины, которыми они дурачат миллионы простодушных людей. Пособец ярый борец с Антифа заметил, левые радикалы определенно находятся на подъеме после отставки Трампа. Они видят исход многих честных офицеров из полиции, полицейских управлений, все, что хочет Антифа, чего они просят, и теперь они ощутили вкус победы и ищут другие цели. Они ищут больше возможности проявить свою мощь, поиграть мускулами, и они пользуются этой поддержкой политиков, поддержкой многих из этих основных медиаорганизаций. Их следующая цель — все консервативное движение, до той поры, пока оно совсем не исчезнет. Отказ местных властей в Портленде, штат Орегон, прекратить продолжающиеся насильственные действия Антифа еще больше укрепляет левую группу. Если вы посмотрите на такое место, как Портленд, вы легко сможете утверждать, что Антифа была одной из самых эффективных экстремистских организаций в Америке, потому что они фактически преуспели даже в распуске определенной части правительства, подразделения быстрого реагирования Департамента полиции Портленда. Это как раз-таки те люди, которые реагируют на гражданские беспорядки. На прошедшей неделе вся группа быстрого реагирования портландского полицейского управления подала в отставку в знак протеста, после того, как офицеру полиции Портленда было предъявлено обвинение в ссоре 2020 года с левым демонстрантом. Антифа смотрит на все это, как на победу. Они специально нацелились на это полицейское подразделение, а теперь его больше нет. Антифа в основном вербует бесцельных людей, ищущих смысла в позе защитников интересов рабочего класса. Джек Пособес также дополнил, что обычно вы не смотрите на людей, принадлежащих низкому, среднему или рабочему классу. Антифа не является организацией рабочего класса точно так же, как вряд ли какая-либо коммунистическая организация на протяжении всей истории когда-либо была рабочим классом. Вот тут-то и появляется своего рода Ленин со своим авангардом пролетариата. Банально, потому что на самом деле он говорит, эти рабочие, они, кажется, не бунтуют сами по себе, их должен кто-то вести. И проблема в том, что люди рабочего класса на самом деле работают, и у них времени на митинги и протесты нет.